здравствуйте мои хорошие мои любимые мы приветствуем вас на канале яна и кристина сегодня едем опять на лесопилку снова нам не хватает наличников на дверь мамину комнату а так в общем и целом мама сегодня перевозим у нас торжественный день мы перевозим в ее комнату в новую красивую так что сегодня будем загонять кровать приделывать эти кругленькие штучки к нога к ножкам чтобы они не царапали вот и сейчас съездим в языку мы уже там были с вами и возьмем там наличники недостающие всегда вроде рассчитываешь все хватает как начинается касается как искать дело практики так всего чего-то опять не того чего-то не хватило как обычно опять надо ехать но вечно этот ремонт наверное никогда не закончится ремонт и темы отличаются что они любят только начинаться как вы мне сами пишите да насчет того чтобы закончится туда это дело сложно его надо внезапно останавливать вы правы когда это пишется точно вот мы сейчас постараемся обуздать вот мы сейчас померить чего-то там нам опять не хватает метровые еще карниз хорошо пережил ночью с утра прямо такой красивый даже не подходил еще ты как сюда зашел здесь закрыта было здесь для пропуск был так долго не уехать вообще я не знаю один меряет вторая чего-то кристина все ходит бродит что-то выясняет с утра настроение у нее отчета все не поймешь встали вроде рано а до сих пор все не уехать никак такой волокита какая-то я и я уже не могу нужно матовый прямо тут все ходьба ожидания все оделись у какая-то суета фу ой цветочки у меня бабушка когда-то говорила что цветок этот называется горлянка что когда садится голос надо вот из этого отвара типа пролоскать горлом не знаю насколько я помню то она но что-то вообще бред поедешь впереди с 12 лет в эстонии можно ездить ребенку впереди если рост 140 сантиметров и 12 лет а до этого надо в таком кресле как сказать вот здесь вот такой кресло без спинки детская как такое возвышение и пристегнутым и только за шофером ну мы сажаем за шофером что самое безопасное как бы считается место вот а теперь она выросла очень ждала этого момента чтобы в 12 лет 140 не давно рост вот 12 лет может приездить впереди а я вот люблю когда смогут сзади сидеть как министр министр впереди сидят министры за 10 здесь хорошо так облокотиться об этом и сидеть все и в ус не дуть а муж чистит вот сосен с осен господи сосен сосен что язык заплетается с утра летят всякие вот как не пыльца такие как штучки я не знаю семена это или что их и засоряет вместе с иголками засоряет прямо вот эти сливные сливные решетки я уже говорила как тоже раз что я видела в ремонте когда эти решетки открыли, там была прессованная грязь, там что-то хоть топором руби, вот эти всякие листья, то-то-то, с тех пор муж это тоже видел, с тех пор он, чтобы этого не допускать, вот вытаскивает это все и у меня чистят, у себя чистят ну в основном здесь, потому что в городе такого нет, а здесь так это вообще я все время думаю себе о том, чтобы купить чехол на машину чтобы ее приехал зачехлить и все, потому что она покрывается пыльцой, так что на ней можно писать слова, которые на заборе пишут пальцем, что такая вот слой пыльцы и вот всего этого сыпется на нее а вот у людей умных, вот такие чехлы видите чехлы вот такие приехал, закрыл и все кто был со мной в магазине типа фикс прайса русского в Таллине, мы этот чехол в руках держали, крутили, что-то я заортачилась и зачем-то не взяла глупая была была молодая и глупая то теперь жалею а он там был один а теперь то муж забудет купить, то я забуду ему про это написать и вот сейчас надо ему прямо поручение дать, чтобы он его купил или я приеду заберу, или он привезет походу мы сегодня вообще никуда не уедем это невозможно уже сели, почти завелись опять чего-то опять чего-то не взят опять что-то забыто не нереально уехать куда-то природа у нас красивая какая кузнечики слышу кузнечиков вот здесь налево это база отдыха на Чудском озере у меня в каком-то ролике есть база Чудского озера, посмотрите здесь и всякие разные другие тоже, очень красиво во внутрь я, правда, не заходила, только через забор тут но все равно посмотреть здесь, что красивая природа давайте здесь остановимся, посмотрим просто на минуточку, как красиво эстонская природа вообще очень красивая видите, как у нас аисты гуляют по полю а это сено запасенное, как будто сахар рафинат раскидан по полю аист ходит о, какие смотри, Кристина, диаметр какой какой диаметр огромный о, умные какие видел о дерево это жалко деревья на лесопилках я стараюсь не смотреть на эти деревья срубленные сам материал я обожаю смотреть, а вот тут мне так жалко становится все все ругаемся, да, что вот тут спилили, там спилили никто не бережет а сами приезжаем и покупаем не умеем мы люди распоряжаться все срубаем, все хватаем ой да они здесь по сортам или по диаметру как-то разложены даже не знаю какими-то кучками такими о, Кристина уже полезла куда-то покорять вершины покорять вершины о, куда, о, куда о, детей только пусти о, уселась, красавица уселась здесь очень хорошо, что так пахнет это, наверное, клевер клевер пахнет, да ой Кристина, иди клевер нюхать иди клевер нюхать а это что за цветы, я таких не знаю не пахнут вроде это клевер вот этим, кстати, коров кормят а еще иди, я тебе кашки дам понюхать шмель? шмель там, ну конечно, шмель вот, и еще вот эта вот кашка вот эта кашка, как она пахнет понюхай на, держи запомнит этот запах этот запах детства мы с мамой хотели, чтобы тогда дети современные как-то мало чего знают ни кашки тебе, ни ковыль, ничего ой, все так изменилось ромашки он там, а это лопуха иди сюда, или кто он? это мать и мачеха тоже это, наверное, мать и мачеха а может лопуха ой, из меня специалист тоже а вот это, нет, это лопух, Кристина потому что, видишь, репейник вот это, листья лопуха подайте, не бойся а вот это репейник он цепляется так, иголочками, знаешь, за одежду говорят, вот, что народное средство от мышей что нужно положить вот этот репейник в доме, и тогда им не нравится когда этот репейник обшкурку ну, якобы такое, не знаю, где-то читала ну, знаете, он такой колки что-то мне не тянет его рвать так что у нас сегодня ботаника ау такой же наличник да 90 ну и как хорошо сейчас еще возьмем наличники вокруг окошка на кухне здесь оказались вдруг внезапно размеры ну, слава богу, что поехали не на моей машине что это длиннее сейчас положим заднее сиденье тогда это по длине все влезет сюда очень даже хорошо что здесь только нету а вон там какие-то как утеплители что это такое кристин пошли посмотрим щебень они тоже, видимо, продают, что ли это называется щебенка иногда нужно пристроительство дома наверное, или дороги ой, из меня экскурсовод от слова совсем а что вот это такое ой, это мягкое и мокрое а это железо ой, кто знает напишите мне в комментариях что это такое металл тонкий типа алюминий, что ли и здесь вот это как вата посмотри-ка, если она мягкая и очень мокрая здесь под дождем лежит на минвату похоже для утепления стен, что ли, какие-то да, или для крыши что это интересно вот это интересно вот видите такой, да тяжеленный очень кусками здесь прямо отрезает как торт его нарезают все это под дождем лежит без навесов без всего это вроде как бетон ну вырезано, видите с пазами а тут прямо с резьбой вроде даже как будто или это это от сверлилки от этой резьба следы в смысле но прямо вот вырезано из-под фрезерного на или чего из-под фрезерного это наверное какой-то второсортный материал но он там работают деревообрабатывающие станки вот здесь так сказать самое сердце кухня кухня лесопилки получается вот такие бревна сколько здесь всякой коры бревно кладется прогоняется и все смотри смотри кристина видишь какое бревно закатили вон посмотри и его режут и его режут его обрезают со всех сторон видишь как что она уже не такое круглое а это даже цвета другого она мокрая как пахнет только видим оттуда спот из-под станка а здесь уже на полежала посушилась цвет меня это может не из-за этого что там ласточки там до ласточка там эстонская национальная птица между прочим ласточка по сука на эстонском языке вот это диаметры вот это диаметры ой да ничего себе в кадр не лезет хорошо здесь дышится легко так ласточки прямо над головой летают летают они между прочим низко насколько я помню когда ласточка летает низко это к дождю но это неудивительно он за моей спиной прям лет хорошенькие такие они почему-то любят гнездиться вот именно здесь всегда они на этой лесопилке пахнет хорошо кристин правда сейчас отсюда наверно поедем здесь ближайший магазин снова магазин кристина мороженое просит мороженое купить последний раз магазине в этом были неплохие нектарина очень редко когда можно хорошие нектарина напасть они всегда как картошка когда кусаешь или наоборот такие или крепкие как яблоки хрустишь а то были такие что можно прям выпить как говорится вот на этой лесопилке наверное достаточно много людей здесь с этого местного с этой местной провинции с провинцией языку работает но мне так кажется даже хорошее место для работы часто вы пишете спрашиваете как эти люди за счет чего живут где работают вот например одна из вариантов лесопилка принципе масштаб у нее здесь грандиозная она такая большая и постоянно это дерево нужно и здесь всегда машина здесь всегда заказывать насколько я знаю поэтому это место работы такое хорошее держу где подержать я по караулю какая разная вот эта сосна 1 видите белая а вторая чуть розовато я тут тоже выбирал посветлее пускай пускай это очень интересно когда игра дерево конечно она не не красный минут а вот это шестьдесят две же конечно а профиль такой вот до чего интересная игра дерева именно вот так и надо прикреплять и она вот как розоватая и потом раз 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 и опять стала светлая само дерево вот эта натуральность это же интересно очень пахнет тоже такие вокруг окна на кухне надо там 90 а это на дверь мамину такие это называется и люлист на эстонском как бы но для отделки что ли там наличники окно неважно у нас есть такой как пакет мешок что ли я не знаю в машине называется для лыж видите черная такая выдвигается длинная ну кто лыжи мы почти лыжи мы кладем почти что лыжи вот в этот пакет туда в багажнике суется в это углубление и здесь чтобы это не было в салоне прямо в мешочек видите как все они плачди к у меня уже 2 и 5 она видишь тут уже конец коробка это тебе не лыжи да значит значит поверх да придется мне постоять пешком пойти домой наверно мне придется пешком там эти хорошо какая мне разница где сидеть главное же меня не бросили хотя я согласна здесь остаться клади заднее сиденье 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 положили теперь нам близко у хорошего хозяина все есть эти лента чтобы фиксировать все есть все под рукой хозяйственный кто там лесу или так незаметно да это скорее структура не ну как структуру вода 3 только она конечно идет не так она вот до сюда где-то и тут вот тут может быть здесь вот эти вот эти вот вещь да он тут трещинки и такие вот 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 это ну вот видишь вот тут вот в губа голову богу 0 да вот блин мы лишь вот вот она вот он вот ой какая грубая это уже грубо все придется менять эти мандра за мной да хорошо все сейчас все буду смотреть все будут проверять здесь обработана грубо тоже обработка грубая вот здесь то трещина вот ну что же то такое то получается брак но менять будут хорошо увидела у я бы наверное да как сказать и разрешила пропустила бы эта трещинка так она оказалась там на всю вроде такая плевая дело боже мой три наличника купить что там делать-то а попробую их уложи 250 трещинка скол еще чуть вечно чего-то но ничего простого нету чтобы раз и все о заменил смотрит под лупой от этого сидишь мороженого звезда ой кристина честно говоря я сама мороженое хотел друг твой айс стоит от мороженого взяли вот такое в коробке ванна таллин он здесь вроде с ликером с ванна таллинским шоколадом с кофейным вкусом вот такие простые еще очень интересно если как-то его показывала в ролике уже это здесь карамель и ваниль в общем тоже интересное такое мороженое вот еще вкусная очень с вареньем нет я не раздавлю нектарина взяла огурчики картошка тоже такая свежая крупная уже ранее виноград что так по мелочи попить мороженое а